Всем привет, с вами Кулич, и это новый выпуск формата Западный контент, героем которого стал далеко не безызвестный мукбангер. Не какада, а вакадо. Не какада, а вакадо был убежденным веганом целых 10 лет. Не знаю, если вы знаете из нашего канала, но мы ели ровную фруктуру и вегетную диету. Мишел Абамаса пицца – вегет. Защищал права животных. Никакадо, авокадо, ты меня помнишь? Я знаю, что ты меня помнишь. Мишел Абамаса пицца – вегет. Я с 2014 года записывал ролики, в которых на камеру жрал невообразимое количество веганского хрючева. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Он сошел с ума. Начал есть фастфуд. Нападать на своих коллег-мукбангеров. Гадить на свои простыни и выкладывать это на ютуб. Записывать видосики со своим мужем на OnlyFans и так далее. В общем, Никакадо-Авокадо отрывается. Отрывается как тромб у людей, которые ведут такой же образ жизни, как и у него. Если вы понимаете, о чем я. И в сегодняшнем видео мы с вами разберемся, как же вот из этого Всего за пару лет можно превратиться вот в это. Информацию для данного ролика я искал, перечитывая англоязычные статьи и просматривая часовые разборы на все том же интернациональном языке. Но даже несмотря на то, что я спокойно могу воспринимать его на слух, перевод некоторых слов мне приходилось искать в интернете. И это вполне нормальная практика. Я всегда любил английский язык и учил его не только по учебникам, но и слушая песни зарубежных исполнителей, а также просматривая ролики англоязычных видеоблогеров. Мало того, что зная английский вы чувствуете себя гораздо увереннее, так еще и расширяете границы потребляемого вами контента. Для меня знание английского языка, как для блогера, отличный козырь. Для вас отличный способ смотреть видео, скажем так, в оригинале, не дожидаясь, пока очередной Илья Кулич вам его переведет. И в связи с этим, искренне от себя, хочу порекомендовать вам отличную школу английского языка. Skyeng. Главная идея, ребята, Skyeng заключается в том, что изучение языка может быть не только продуктивным, но еще и увлекательным. Как говорится, не только лишь в схемах, но также и в мемах. Для того, чтобы начать обучение, достаточно выбрать план и тему. Ну, к примеру, хочу смотреть выступления западных стендаперов в оригинале, без субтитров и уж тем более без дубляжа, который зачастую убивает половину шуток. Шуток с двойным дном, шуток, построенных на созвучии и так далее. Теперь преподавателю известен твой круг интересов, он знает, чего ты хочешь, и знает, с чего лучше всего начать обучение. Вернемся к примеру со стендапом. Если хотите, можете выписать шутки, которые вы не поняли, и разобрать их на уроке с учителем. Обсудить интересные вам темы, песни, выступления, клипы, события, да что угодно. Помимо изучения грамматики и правильного построения предложений, во время обучения с преподавателем вы также повышаете уровень своего произношения, с чем лично у меня есть небольшие проблемы. Если вы давно хотели потянуть свой английский, но все никак не решались, Skyeng это отличный повод начать обучение. Если решились, то советую брать сразу несколько уроков. От 8 до 20. Ибо первые занятия это знакомство с учителем, выбор темы, которая вам интересна, диагностика вашего уровня английского, составление плана, графика и так далее. Здесь как со спортом. Один месяц в качалочке из вас Арнольда Шварценеггера не сделает. Зато спустя хотя бы три месяца вы будете приятно удивлены. Инвестиции в знания это лучшее, что вы можете подарить себе любимому. И по счастливому стечению обстоятельств у меня для вас есть промокод со скидкой в 25% на первые 8 занятий. Что скажу я вам очень, даже очень. Промокод Кейк. Сейчас вы видите его на своих экранах, также можете найти его в описании и в закрепленном комментарии. Там же находится ссылка на сайт. Так что вперед и с песней. В следующие разы будете щеголять передо мной в комментариях, приобретенными вами знаниями. Поправляй меня в неточном переводе или оставляя комментарии в духе «Ууууу, ты бы еще через 10 лет нам об этом рассказал, мы все это видели, все это знаем» и так далее. Ну вы поняли. Промокод активен в течение недели, так что не упустите свой шанс. Ссылочка в описании, промокод там же. Успехов вам в изучении. А мы возвращаемся к нашему горе-мукбангеру. А имя нашего горе-мукбангера Николас Перри. И родился он в Херсоне. Да-да-да, это тот самый Херсон, который находится в Украине. Но, будучи совсем маленьким, Николас был усыновлен двумя челиками из Колумбии. И уже с новыми родителями двинул жить в Южную Америку. Про раннее творчество известно мало, но в подростковом возрасте увлекся игрой на скрипке и зарабатывал этим навыком в качестве фрилансера. Играл, кстати, очень даже хорошо. В 2014 году завел свой YouTube-канал, главная идея которого заключалась в демонстрации повседневной жизни вегана. Ну и в пропаганде сыроедения. Возможно, вы подумали, что он хавал один только сыр, но нет. Сыроедение – это система питания, в которой полностью исключается употребление пищи, подвергнутой термической обработке. К этой прекрасной идее он, кстати, пришел аж за 7 лет до создания своего канала. Состоял в тематическом сообществе, писал тематические статьи, снимал репортажи с веганских ивентов, таких как Woodstock Fruit Festival и так далее. В общем, идеей горел, и продвижением ее в массы занимался активно. Как я уже говорил ранее, изначально канал создавался именно с этой целью. Примерно в то же время Ник знакомится с другом-веганом из тусовки по имени Орлен. У него тоже имелся тематический канал, и ребята решают скрестить шпаги и снимать видео вместе. Ну, а поскольку в будущем Ник и Орлен поженятся, фразеологизм со шпагами приобретает новый смысл. Никакада-авокадо – приемный гей-веган с постсоветскими корнями, играющий на скрипке. Дамы и господа, это комбо. Далее Николас начинает в большом количестве снимать коллабы с веган-блогерами, некоторые из которых оказываются мукбангерами. Да, как бы это забавно не звучало, но веганские мукбанги существуют. А теперь настало время рассказать о том, что вообще такое этот ваш мукбанг. Мукбанг – это ютуб-формат, зародившийся в Южной Корее, суть которого заключается в пожирании большого количества еды на камеру. Лично я его абсолютно не понимаю, но многие объясняют данный феномен тем, что людям, которые сидят на диете или имеют проблемы с пищеварением, просмотр мукбангов позволяет побороть свой голод. Если мукбанги по-прежнему кажутся вам странными, взгляните на творение самого дьявола. Мукбанг в стиле АСМР. Заметив, что этот великий формат набирает огромную популярность, Ник решает адаптировать его под свой канал. И пошла п*** по кочкам. Стоит заметить, что уже тогда Николас проводил дичайшие челленджи в духе 4000 калорий за раз, что, как по мне, еще более вредно, чем 4000 калорий на фастфуде. Ведь для того, чтобы набрать эту цифру на фастфуде, достаточно трех биг тейстей и фри соуса. А для сыроеда три ведра салата или дерева яблок. Я даже представить не могу. О, я ведь так и не рассказал, откуда пошло название канала. С Никокадо все понятно. Созвучие с авокадо. Производное от имени. Но авокадо. Авокадо, потому что в своих веганских мукбангах он мог сажрать аж целых 19 штук за раз. В рядах любителей навернуть травы прославился как веган-сыроед. С низким содержанием жира. Что бы это ни значило. Кстати, забавная штука. Дословно эту галиматью можно перевести как Нежирный сырой веган. Что в нынешних реалиях для Никокада весьма иронично. Веганские ролики Ника, помимо поедания травы, в большинстве своем состояли из типичного нытья касательно спасения планеты, братьев наших меньших и т.д. и т.п. Так вдруг, внутри авокадо что-то сломалось. Сыроеды с их поехавшими правилами и ограничениями задушнили Ника, и он выпустил ролик, в котором подробно объясняет, что больше не хочет быть частью этой секты. Главная суть. Не хочу участвовать в этих срачах на почве того, кто ест, что ест, когда ест, с кем и как. Да и вообще, ютуб-разборки – это не мое. Решение, достойное уважения, о котором нам в дальнейшем предстоит подробно поговорить. Сначала Ник просто вышел из комьюнити и начал хавать веганский фастфуд. Да, как оказалось, бывает и такое. Глянув на количество просмотров и прирост подписчиков, наш герой понимает, что новая аудитория дает ему подушку безопасности в случае, если он все-таки решится перестать быть веганом и начнет есть мясо. А он, судя по многочисленным видео, для себя этот вопрос уже давно решил. Следующий шаг на пути к заветному мясцу – ролик под названием «Почему веганство неправильно» и сводит людей с ума. В этом видео Никокадо настолько увлекся, что в какой-то момент к вегетарианству приплел хвост. Естественно, после этого все ролики Ника стали массово дизлайкать разъяренные веганы, превратив его в зарубежный аналог Сергея Симонова. Но снова стучаться в закрытую дверь оказалось бесполезно. Блогер Толян опять закрылся от всего мира. Толя, это Сергей. Спустя пару месяцев на канале Никокадо Авокадо выходит видео под названием «Бросаю веганство». Первая пицца спустя 10 лет. Выпустив этот ужасный ролик, наш дорогой друг столкнулся с тонной хейта в свою сторону. Аудитория, которую он аккумулировал вокруг своей персоны, благодаря пламенным речам и отстаиваниям своей железобетонной позиции, увидела в нем врага номер один. Но намерения Николаса были серьезными, и заднюю он не давал. Продолжая выпускать мукбанги с поеданием пицц и курочек KFC, Ник попутно уделял внимание веганам, которые все еще оставались на его канале. Рассказывая, как это круто и классно, наконец-то начать кушать всех этих вкуснейших бычков и коровок. В чем я с ним, кстати, полностью согласен. И тут наш Ник пошел в разнос. Мало того, что он начал есть мясо, но он начал есть фастфуд, жрать его в невероятных количествах. Идеальный пример. Челлендж в 10 тысяч калорий. За один раз. 10 тысяч. И он его выполнил. Продолжая впихивать в себя невпихуемое, авокадо заставил свою аудиторию переживать. И, знаете, переживала она не беспочвенно. Люди сотнями начали писать мукбангеру сообщения в духе «Ник, это все, конечно, круто, но, знаешь, тут такое дело. С такими темпами ты скоро сдохнешь». «Ник, I heard that you have an eating disorder. И я просто хочу сказать, что я хочу сказать, что я здесь для вас. Если вы хотите помочь с этим, или поговорить о том. «Ник, я слышу, что ты у вас есть, что у вас есть, что у вас есть, что у вас есть. И, знаешь, почему ты не говоришь, что я думал, что у вас есть, что у вас есть. Понятное дело, аудитория переживает за здоровье своего любимого инфлюенсера и все такое. Но некоторым людям подобная чрезмерная забота, да еще и с навешиванием диагнозов, может подорвать пердак, и у них срабатывает реверсивная психология. Так вот, Никакадо Авокадо – именно такой человек. В 2016 году, в 2016 году, это уже был год. Я имею в виду, это не было так регулярно тогда, это было бы только раз в два неделях, раз в неделю, или что-то такое. Но я делаю это каждый день, за, например, 4 месяца, ем вещественные продукты. Но когда я остановился веган, все веганцы сейчас говорят, «О, у вас есть полемия, у вас есть пруджение». Они никогда не сказали это раньше, если я ем веганые калории. Но, когда калории от животных продуктов, я ем вещество. Это... Можно сказать, что в какой-то момент Авокадо начал есть все больше и больше на зло группе людей, которые ставили ему дизлайки и писали неугодные, по его мнению, комментарии. Кардинально поменяв свою позицию касательно веганства на диаметрально противоположную, Ник начал вести пропаганду, рассказывая о том, какие веганы и сыроеды – поехавшие сектанты, что из-за серьезных диет у него начались беды с башкой, которые, кстати, удалось побороть вкусным, сочным мясом и теплым парным молочком. Как мы уже выяснили, мукбанг в те времена на Западе был один из самых популярных форматов. А знаете, какой формат на Ютубе популярен был? Есть и будет. Правильно. Срачи и Ютуб-драма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Привет, ребята. Меня зовут Марьяна, и вы попали на мой канал. Диабетез. Николас Перри, человек довольно неглупый. Хоть в последнее время и ведет себя как Огр с отрицательным IQ. Все намного сложнее. Выпустив пару тестовых роликов, Никакада понимает, что пипл хавает и начинает снимать подобное все чаще и чаще. Сразу прыгать на конкретных блогеров наш герой не решается. А зачем? Если все это время рядом есть Орлин. Любимый муженек. Ник, когда на сайте, Ник, когда на сайте, и потом в Лондон, и потом в Азия. Ну, первое, что ты делал в Флориде, это... Он, в самом деле, меня убрали с человеком в Флориде. День или два, и ты в Флориде. Правда? Да. Сначала это могло показаться чем-то серьезным, но в какой-то момент все скатилось в лютейший сюр. И это пришло к моменту, где... ...вот человек моей жизни... ...вот человек моей жизни... Вся история их отношений задокументирована на шести каналах, пять из которых принадлежат авокадо. А ведь начиналось все достаточно миленько. Но пучина драма-контента засосала нашего Николаса. И все очень быстро превратилось вот в это. Выносить ссор из избы в какой-то момент для Николаса стало излюбленным делом. Понятия не имею, что там между этими двумя голубцами происходит, но просмотры это собирало очень неплохие. Люди любят смотреть подобный кал, а спрос рождает предложение. И в связи с этим подобный кал начал выходить все чаще и чаще. Ребятки, всего за пару лет разбегались и сбегались. Чаще, чем пубертатный юнец думает о сиськах и жопах. Вот я смотрю на все это и не могу понять. Ну кто в здравом уме мог вестись на всю эту чушь? Хотя, о чем это я? Тупых людей очень много. Я даже примеры приводить не буду, вы и так все понимаете. Ладно, драмы в дальнейшем будет достаточно. А пока давайте поговорим о весе Николаса. Естественно, резкая смена питания вряд ли останется проигнорированной организмом. 10 лет кушать салатики с авокадиками и резко заменить их 5-ю комбо-сетами из Макдачки. Идея не из лучших. Никокадо начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Как физические, так и ментальные. Видео под названием «Я толстею и я понятия не имею почему» пожалуй, первый ролик, в котором начинает прослеживаться сатира и толстый... толстый троллинг. В ролике, в очевидно сатирическом ключе, Ник размышляет на тему «Как же такое могло произойти?» Ник продолжил спекулировать на этой теме, плодя мемы в духе «Точно, это все вода. Вода из-за стресса». Мем на канале, кстати, актуален до сих пор. И наш мукбангер с этой фразой запилил целый мерч. Думаю, даже не стоит говорить о том, как работает ускоренный метаболизм. И все вот это вот. И вот в такой вот неспешной манере Ник продолжал жреть. И продолжал жаловаться на своего муженька. К обычным слезливым видео в духе «Я устала», прибавилось кринжовое нытье, всхлипывание, мерзкий писк. И смотреть все это стало попросту больно. Наш главный герой стал превращаться из личности по имени Николас Перри в абсолютно одиозного персонажа, в Никокадо Авокадо, образца наших дней. Кстати, я надеюсь, что я не один заметил это феноменальное сходство Никокадо Авокадо с Игорем Свиньяком. Уж больно они похожи. Ну, прям один в один. К рабочей схеме «Мукбанк плюс скандалы» добавился еще один тег. И этот тег «трэш». Когда драма вокруг Авокадо его мужа перестала заходить зрителям, Ник начинает заводить срочи с другими мукбанк-ютуберами. Думаю, сами понимаете, по какой причине. И эта причина – просмотры. Мукбанк-комьюнити само по себе достаточно дружелюбное и спокойное. Люди кушают на камеру и общаются со своей аудиторией, пока кушают, зачастую рассказывая зрителю последние интересные события. И тут в этом приторно-розовом комьюнити появляется жирный, пердящий, ментально нестабильный мужик, который начинает набрасываться чуть ли не на каждого. Естественно, автор мукбанк-канала, на которого набросится вот такой Никокадо, расскажет об этом своей аудитории. Дзынь. Бесплатный пиар. Помните, как Николас выходил из веганского комьюнити по причине того, что оно очень токсичное, а он ненавидит, когда кто-то копается в его грязном белье? Так вот, Ник превратился в того, кто в этом самом грязном белье не то, что копается, а зарывается в него с головой. Мне тема ютуб-драмы и срачей омерзительна. Особенно между мукбанкерами. Но раз этого требует сценарий, придется упомянуть парочку самых главных разборок Николаса. Первый серьезный срач с крупным ютубером. Триша Пейтас. Триша Пейтас это пивунь-яртом, мукбангер, драма-блогер и просто криповая личность. Началось все с того, что Никокадо, будучи фанатом ее творчества, в 2017 году записал на нее кавер на скрипке. Она вроде как его оценила и предложила ему встретиться, потусить и снять что-нибудь. Но потом начала от него гаситься. Ник целых два года таил на нее обиду, как вдруг его прорвало. Чтобы вы понимали, причина всего срача – обидка на игнор. Так что описывать весь этот трэш я не буду. Скажу одно – Ник вышел из всего этого победителем. Благодаря своим отличным манипулятивным навыкам и способности перевернуть все с ног на голову и выйти из срача победителем. Закончилось все тем, что Триша и Николас подружились и даже сняли совместный подкаст, на котором Ник оподливил ее диван. Я сидя на кауче. И я думал, что я должен был, как, расслабиться, ты знаешь, расслабиться, дегестироваться и просто пип. Я ждал, пока ползар был открыт. И я встал, и я встал, и я встал, и я встал, и... И... Именно такой контент ты ожидаешь видеть в ленте, когда подписываешься на мукбангеры. Не правда ли? Да, блядь, я, блядь, обострал, блядь, я перданул, блядь, я обострал свои эти шорты. Кстати, когда я анонсировал выход ролика, люди с Никакада Авокадо знакомые попросили меня уделить пару слов его попугаю. Что ж, был у нашего пухляша попугай по кличке Мистер Нудл. Мистер Лапша. Николас постоянно снимал с ним свои ролики, и попугай частенько хавал то, что хавал сам Николас. Как вдруг попугай пропал. Фанаты стали строить догадки и теории, одна из которых заключалась в том, что Авокадо попросту сожрал его. Это превратилось в достаточно забавный мем. Но спустя некоторое время Ник сообщил, что попугай помер. Многие предполагали, что попугай умер в результате плохого плана питания, подкрепляя это фактом, что его крылья меняли цвет из-за плохого рациона и недостатка витаминов. Так что шутка, Никокадо Авокадо съел своего попугая, как бы и шутка, но как бы и нет. Так что тот, давая ему лопать всякую дрянь, невольно заказал ему билет в один конец. После срача с Ришей Пейтос и еще парочки блогеров, один из которых была Вероника Ванг, Ник решил откусить от пирожка хайпа слишком большой кусок. Настолько большой, что по итогу не смог его проглотить. В 2019 году по его репутации был нанесен сокрушительный удар, от которого Ник до сих пор не может оправиться. Мукбангер по имени Стефани Су выпускает 47-минутный ролик под названием «Почему я боюсь Никокадо Авокадо». В нем Стефани обвиняет Николаса в абьюзивном поведении после их личного знакомства и парочки коллабораций. Дело в том, что Стефани – подруга Вероники Ванг, с которой у Ника были серьезные терки. И он, в свою очередь, хотел выпытать у Стефани Су грязные секретики о своей бывшей подруге. Стефани Нику в этом отказала, и он на нее очень обиделся. Во время съемок коллаба Ник попытался вновь поднять эту тему, но после тактичного отказа обидка приобрела новые масштабы. Стефани понимает, что Никокадо на нее уже люто разобиделся, Ужасай вспоминает, что им нужно снять еще один ролик, и под давлением начинает делать вид, что все окей, пытаясь перевести все в шутку. И я просто думала, что если он не мог сделать, что все окей, он просто будет более и более и более angry. с нами. И так мы снимали третью видео, в конце АСМР, потому что это было висп'ринге, и Ник сказал мне, и он сказал, «И есть еще что-то ты хотел сказать?» И я просто вспомнил, так что я думаю, что я думал, потому что я думал, что это будет еще раз вопрос. Что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? Что ты хотел сказать? Спасибо за просмотр! Далее Стефани в качестве пруфов приводит переписки, а также видео, в котором она ловит истерику, понимая, что на следующий день запланирован еще один коллаб, на который по итогу Стефани так и не пришла, на что Николас отвечает постом в инстаграме, подписывает. Вот настолько я близок к тому, чтобы выпустить разоблачение. Выпускать? Если вы внимательно следили за повествованием, то, скорее всего, успели заметить, что Николас Перри – человечек очень обидчивый, а также злопамятный. Вот только если в случае с Ришей Пейтес получилось выкрутить ситуацию в свою пользу, здесь Ник нехило так обосрался. Выпустив полуторачасовой ролик-ответку, ничего кроме глупых попыток вывернуть ситуацию в свою сторону, он предпринять не смог. И это видео не шло ни в какое сравнение с видео Стефани, которое состояло из серьезных пруфов. И тут наша бурятка выпускает второй ролик – «Как Никакада Авокадо манипулировал всеми нами». Это был последний гвоздь в крышку гроба Никакада Авокадо. Это не должно быть драма. Это должно быть я, отвечая за меня, за мою безопасность, за мою безопасность, за мою безопасность, за мою безопасность и за мою безопасность. И как я чувствовала, что другой создаватель оборачивая их платформу. Но, Ник, если ты хочешь взять все петли и пытаться ассоциировать моего персонажа, то вот ты. Когда Ник гостил у Стефани, пока она была в ванной, он зачем-то снимал видео, уделяя внимание каждому углу. Фоткал мониторы с камерами видеонаблюдения в доме Стефани и постил их в сети. И это несмотря на то, что незадолго до их встречи в квартиру Стефани пробрался какой-то поехавший фанат и не хотел из нее уходить. Что, естественно, оставило свой отпечаток в голове нашей буряточки и вполне могло перерасти в паранойю. И Ник это прекрасно знал. По итогу, на Николаса свалилось столько дерьма, что даже его могучее тело не смогло с ним справиться. И тут позиция наступления превратилась в позицию жертвы. Так смешно наблюдать за тем, как большой и страшный и *** серый волк резко превращается в пушистую безобидную овечку. И этот конфликт показал истинную сущность авокадо. При личной встрече вел себя дружелюбно и тактично, но в сети начинал угрожать и шантажировать. Мог обидеться на любую мелочь и тупую х**ню, после чего считал своим долгом уничтожить карьеру и репутацию того, кто посмел обидеть его. Живет Николас в собственном мирке, затаив обиду на всех на этой планете. Как оказалось, это не первый подобный мув с его стороны. На фоне конфликта со Стефани Су, люди, которые были знакомы с ним, стали записывать ролики с пруфами. О том, что Ник был манипулятором и гнилым человеком еще задолго до того, как создал канал. Один из таких бывших друзей был парнишка-веган, на свадьбе которого Николас играл на скрипке. Я хочу сказать, что Николас был делать это для людей за очень, очень, очень много времени. Многие люди используют мою фотографию и других фотографиях, чтобы показать это. Потому что эти вещи начинают surface. И я думаю, что люди, когда Николас был exposed немного, люди чувствуют себя более комфортно и рассказывают о том, что он сделал для них. И поэтому, я думаю, что я сам, что это первое – на ютубе, что он стал этот мув, который писал вiefных колечках. Он стал именемого опытом. И многие люди у Вселенной учитывали ещё что-то сказали. Ступидно скажут, одное, я вернете. Они сказали, что он ушел у него, он ушел на дорогу, он ушел на дорогу, он ушел на дорогу, он ушел на дорогу, он ушел на халябре и пришел в рейтинге. Он делает многие видео о том, как в течение жизни, как в течение России. И как в ружейтинге того, как граны духов, как и у меня's нет. И как в водосток фрукт фестиваль, великий фрукт фестиваль в мире, есть такой же фриканский фрукт фестиваль, где они пилили и пилили, и они пили в пилизгах и пили, и пили, и пили в пилизгах, и пили, и они не пили, и они не позволят ему иметь в доме. И он виситивался, что он был gay, и все это, что он был убежал. Он теперь пытается, пили, пили, пили. Это его степень. Это как война с этим человеком. Like you, if you slip up a little bit, he's gonna take advantage of that to the fullest, to try to destroy you, to ruin your reputation, to get people to not trust you. And I think this is the first time he did it, unless he was doing this in high school, too. Отсмотрев все это, стало понятно, что из себя на самом деле представляет Николас Перри. Хитрый, манипулятивный, лицемерный пятуч. И я сейчас не о его ориентации. В общем, Никакада Авокадо был уничтожен без прав на реабилитацию и был вынужден занять позицию белого и пушистого кролика. Жалуясь всем на свое ментальное здоровье, физическое здоровье, опять поднимать тему брака и вечных расставаний. И все вот это вот. Только теперь поведение Авокадо обрело какой-то гротескный окрас. И вот теперь, смотря на него, действительно кажется, что ему нужна серьезная помощь специалиста. Не знаю, от хорошей ли жизни, или может быть наоборот. Да, скорее наоборот. Ник и Орлин заводят свою страничку на одном крайне интересном сайте под названием OnlyFans. Да, именно. И начинают постить там, ну, очень уж... В какой-то момент на Западе был тренд покупать подписку на OnlyFans популярных челиков и делать на него обзор. Так вот, Ник это и участие не избежал. И вот вам парочка таких реакций. Так что, если хотите, можете прямо сейчас, всего за 1100 рублей в месяц, подписаться на это великолепие. После того, как репутация Ника была очень сильно подмочена, он вроде как осознал свои ошибки и сделал некоторые выводы. Ну, как минимум, насколько я знаю, сейчас он старается избегать скандалов. Новая фишка Никокадо — это притворяться инвалидом. То у него колени не работают, то трахея в легкое впилась, то ребра ломаются. Я пытался понять, каким образом он сломал ребра, но весь ролик я лицезрел вот это. Сейчас Никокадо передвигается на смешной тележке с тремя колесиками, которые в сатирической манере часто показывают в фильмах и мультиках, высмеивая американцев и их ленивый образ жизни. Все так же жрет тонны вредной еды, и все так же плачется о том, какой он бедный и несчастный. Как долго это продлится? Вопрос риторический. Судя по последнему видео, Ник отчаялся и худеть не собирается. Недавно Николас купил себе пентхаус в Лас-Вегасе. За 167 миллионов рублей. И выложил ролик, в котором рассказывает, что по ночам он обожает смотреть на бедняков из своей дорогущей башни. Один из комментариев под этим роликом прекрасно описывает всю ситуацию. Наслаждайся домом, братан. У тебя на это не так много времени. Вот такая вот прекрасная история о том, как можно променять талант, идеологию, принципы и здоровье на пентхаус за 167 миллионов. На самом деле тема куда более глубокая. Один из роликов, который я брал за основу для своего, идет аж 4,5 часа. Так что если хотите с головой погружаться в подобные темы, так скажем, из первых уст и со всеми деталями, бегите по ссылке в описании и учите английский вместе с Skyeng. Когда я говорил, что искренне советую вам этот сайт, душой я не кривил. Если у вас вдруг есть вопросы касательно второй части Тупа Сплэш, то спешу немного огорчить. На предпоследние два ролика сайт навешал все возможные ограничения, и они практически не собирают просмотры. Чтобы вы понимали, вот так выглядит мой канал для тех, кто на него не подписан или смотрит YouTube, не войдя в аккаунт. Вот эти два размытых прямоугольник, мои последние на данный момент видео. Так что для удобства я создал плейлист с роликами, которые получили ограничения 18+. Подсказку вы видите на экране, в описании, а также она будет в конце видео. Смотрите, пересматривайте, комментируйте, репостите, и тогда, возможно, видео выйдет быстрее. Также смотрите остальные видео на моем канале, если еще не смотрели. Герои нашего времени, западный контент, ролики вне формата и так далее. Такие вот дела. А с вами был Илья Кулич, Никакадо Авокадо и прекрасный спонсор ролика Skyeng, онлайн-школа английского языка. Удачи!